Я рад поздравить вас с этим праздником, это действительно наш праздник, я считаю, праздник национальный, хотя, в общем-то, пускай вот некоторые скептики, ну какая там победа, запустили, ракея, ну там, сейчас все запускают ракею, да? Вон Южная Корея говорили, Северная Корея, да? Запускают ракею, запускают ракею, вот. Но если оказаться в тех временах, то оказывается, что прошло менее чем 20, менее 20 лет после окончания Страшной войны, которая для других стран была, в общем-то, концом их экономики. Такой был ущерб. И ущерб были и люди. И вот в таких условиях, в таких условиях, мы запустили ребенка с помощью, что они первые космонавты у нас, русские. И весь мир, конечно же, был удивленно поражен. Не меньше, наверное, чем сейчас, когда мы запустили Ангару. И что такое недавний запуск, который состоялся? Это состоялся запуск ракеты, которая была создана уже в годах новой России, после Советского Союза. Да, во многом, та техника, которую мы сейчас видим, она откуда родом. Но вот появляется новое поколение, поколение техники, поколение людей, инженеров, которые выросли, становились в новых условиях. И оказывается, что они достойно не делают эту технику ничем не хуже. Причем, смотрите, ракета, ну да, она с задержками, но полетела. Не то, что полетела, но хорошо полетела. Нам много чего не говорили, но откладывание старта – это рядовое событие, в том числе и космонавты. В свое время я приехал на экскурсию, чтобы проводить космос нашего космонавта Борисенко Андрея Ивановича. Вот, кстати говоря, про Ивану Вагнера сказали, да? Вот я его жену очень, так сказать, говорю. А на одном потоке я учился как раз из Борисенко. Ну так вот, как раз старт Борисенко был отложен в тот день. Когда приехал космонавт во второй раз, в первый день там тоже старт состоялся, состоялся через 2-3 дня. Это рядовое событие. Их не надо было не преувеличивать, не преуменьшать. Ракета полетела, ракета новая, ракета российская. Поздравляю, космонавтика наша российская есть, будет. И мы должны гордиться и тем, что было и то, что есть, и то, что будет дальше. Многие страны хотят стать космическими, а не могут стать космическими. У них вроде бы с промышленностью все в порядке, но у них не получается. У нас получается. И смотря на что, и будет. Потому что мы люди такие. Потому что мы любим то, что изучают. Мы любим то, что мы делаем. А если это так, получится все. Поздравляю вас. С праздником!